всех приветствую продолжаю переработку посылки вот серебро содержащий материал золото содержащий материал я уже переработал эту посылку я получил неделю тому вот и из-за отсутствия кислот не хватило у меня кислот вот только сейчас буду перерабатывать серебро содержащий материал вот такие вот контакты немножко возникла проблема оплаты кислот и вот я их получил через неделю после получения посылки и сейчас начнем перерабатывать но прежде чем перерабатывать у меня я сейчас отвечу на вопросы которые часто задают мне под видео в комментариях где я покупаю кислоты я уже дважды отвечал двух видео давал ссылки где покупаю еще раз отвечу вот что я получаю и в каких магазинах вот получил кислоты вот такие канистры 10 литровые и вот реагенты это с трех магазинов три интернет-магазина вот я в них получаю беру кислоты есть и четвертый но там не было тех реагентов которые мне надо я вот с трех выписал ссылки будет будут под видео это проверенные уже магазины очень быстро работает вот допустим вы заказали сегодня утром так завтра вечером уже посылки придут в одном магазине я вот выписал аммиак плюс вот что здесь гидроксиламин соляно-кислый гидроксиламин соляно-кислый гидрохлорид и бумага белая лента 90 миллиметров это с одного магазина вот с другого магазина это соляная кислота и азотная кислота две канистры и вот третий магазин вот даже написано что это за магазин менделеев маркет тоже ссылка будет вот сульфаминовую кислоту выписал здесь диметилглиоксин и пыльцинка вот такие реагенты я выписал трех магазинах могу рекомендовать эти магазины с уверенностью и теперь еще вопросы меня часто возник появляется под видео куда вы одеваете отходы вот эти вот отходы кислот само слово звучит отходы вот они отходы вот канистры полные с кислотами а вот они пустые здесь стоят вот фляги разные вот они эти отходы отработки как еще называют отработки кислоты уже отработаны там них уже почти нет там остатки только кислоты этих а вот вот эта жидкость вот эта жидкость что сейчас отстоялась и в лену за за недельку стаится полностью вот эта жидкость она очень полезное для растений для садоводства для огородничества очень полезное Здесь что? Здесь и железо есть, здесь и медь есть, здесь и остатки. Ну, не остатки, а все там растворенные. Вот оно в этой жидкости. И азотка тоже есть, азотные удобрения тоже есть, остатки. Вот что выпало на дно, вот этих флях, выпадет на дно вот этих канистр, то, конечно, мусор. Там все есть. Там и керамика, там и разная грязь. Не нужно. Вот эта жидкость, которая стоялась, ее можно, если кто не знает, как ее развести, какая концентрация, просто развести. Это, кстати, все это уже разведенное водой в десятки раз. Можно еще развести и подливать под деревья. Вот, допустим, азотное, что-то там азотное остается, подлить под черешню, значит, что? Это, в первую очередь, это для роста растения. И тоже это убийца для личинки майского жука. Вот, так что это все полезное. А то, что на дно выпадает, это соберется когда-нибудь там в одну флягу и вывозится на свалку. На мусорную свалку, там, где бульдозер все закатает. И все. Вот так вот. Вот такие вот отходы. Ну, и дистиллированная вода. Тоже собираю. Что покупаю, что сам собираю. Когда снег тает, с крыши текет. Ну, вот так вот. Вот, ответил, я думаю, на вопросы. И продолжаем дальше. Сейчас взвесим вот это серебро. Взвесим его. И будем перерабатывать. Вот, весы включим. Включим. И возьмем вот это вот серебро. Вот такое вот оно. Там и брошь есть. Вот сколько? 72 грамма. 72,5. Плюс вот такие контакты. На меди. Вот. Получается у нас 490 грамм. Почти 491. Ну, там пакетики 490. 490. Дальше. Снимем и плюсуем. Вот еще. Тоже. Ну, 19 грамм. Плюс 19 грамм. Вот. К этому серебру. Вот такой вес. Сейчас будем перерабатывать. Посуда должна быть чистой. Промыта дистиллированной водой. Вода только дистиллированная. И вот сейчас все это. Вот пакетик вот этого пшена. Серебра. Засыпаем сюда. Кто-то скажет, что его можно сплавить. Сразу. Ну, я же не знаю. Там, возможно, не все пшено. Три девятки. Возможно, какие-то есть пшенинки и с примесью. Дальше. Вот. Такой пакетик засыпаем. Сюда. Всю кучу. И вот, что на меди. Тоже сюда засыпаем. Ох. Пакет закрыт оказался. Я его открывал. Как-то прижал его. Открыл даже одной рукой. И засыпаем. Теперь сюда заливаем вот воды. Где-то сколько. Ну, пока сколько, если надо. Потом долью. И все это сейчас буду заливать понемножку азотной кислоты. Буду добавлять до полного растворения. То воды буду добавлять, то азотной кислоты. Но сначала, наверное, вынесу на улицу. Это стакан на три литра. Вынесу на улицу. Посмотрю, какая будет реакция. Конечно, реакция может быть бешеная из-за вот этой меди. Много меди. Ну, а затем уже, если понадобится, поставлю. Уже принесу сюда. Поставлю на плитку. Включу вытяжку. И буду полностью растворять. Такая пока будет процедура. На улице без подогрева. Реакция идет плохо. Поэтому занес вот на плитку. Поставил в помещение. Вот включу сейчас вытяжку. И пускай так растворяется. Вот такая реакция. Пока я только влил 300 миллилитров азотной кислоты. И было там воды где-то 250. Ну, вот такая пенка подымается. Вот такая вот реакция. Вот так вот растворяется. Так что включаю вытяжку. И ухожу с помещения. Сейчас расскажу о процессе растворения серебра там, где присутствует медь. Серебро само растворяется быстрее, чем медь. И вот она растворилась. Пока идет реакция. Пока работает азотная кислота. Но как только она истощилась. Как только нет реакции. Сработалась азотная кислота. Вот это серебро снова восстанавливается на остатках этой меди. Восстановилось вот серебро. Если пропустить, не углядеть, что реакция прекратилась, серебро начинает восстанавливаться. И затем мы снова заливаем азотную кислоту. И повторно растворяем тоже серебро, которое уже было растворено, а затем снова восстановилось. Вот так идет неэкономия. Происходит неэкономия азотной кислоты. Вот я тоже дважды уже пропустил. Прохлопал этот момент. Прихожу, а реакция уже закончилась. А серебро снова восстанавливается. И вот получается перерасход азотной кислоты. За этим нужно следить. Следить, поддерживать постоянно, чтобы вот диоксид был в стакане. Чтобы видно было его, чтобы шла вот реакция. Как только не встает диоксида, не встает там и силы азотной кислоты. И начинает серебро снова восстанавливаться. И снова мы его растворяем. Но тогда можно до бесконечности. Вот такое вот. Серебро растворилось. Где-то в пару часов шло растворение. И ушло полторы литра азотной кислоты. Ну, она, естественно, там испарялась. Воды немножко доливал. И вот в этот раствор раствор, растворенный уже, влило еще воды. Ну, конечно, профильтровал. Фильтрация шла нормально. Здесь припоя не было. Ну, какой-то мусор был там. И вот, что осталось после растворения в стакане. Это керамика из флажков круглых. Ошибочно были туда брошены флажки, конденсаторы круглые. И вот там пару железячек осталось еще нерастворенных. Так все нормально. Значит, вот такой раствор синий. Здесь только медь и серебро. Палладия здесь нет. Абсолютно. Если бы был в палладии возможность какого-то контакта, так раствор был бы слегка зеленый. Ну, и вот с этого раствора, уже профильтрованного, филтровал вот через такую воронку. Вот колба. Сейчас будем выделять флорид серебра. Нужно полностью выделить. Соляная кислота 200 миллилитров. И понемножку вливаем. Конечно, можно сразу, наверное, все 200 миллилитров вылью. Вот влил, помешаю. А затем будем проверять. Возможно, придется еще вливать. И добавить еще, наверное, и воды придется. Вот так выделяем флорид. Раствор этот был чистый. Поэтому я не стал аммиак вливать сюда. И фильтрация шла нормально. Вот она синяя. Это медь. Сейчас еще наберу соляной кислоты. Еще добавлю, проверю. Раствор покажет, сколько нужно еще вливать ей этой солянки. Еще пока 100 миллилитров наберу. И буду еще добавлять. Вот так вот. Да, надо еще. Надо, надо, надо. Так что еще 100 миллилитров вливаю. Вот уже ушло. 300 миллилитров. Помешиваем. Серебро, конечно, есть. Посмотрим, сколько его будет. Еще подождать, когда осядет. И еще проверить. Ну, наберу. Еще миллилитров. Вот так, 50 наберу. Для проверки. Можно вливать. Да, еще надо. И еще 50. Сейчас все. Все соберется. Затем поставлю на плитку. Буду все это варить. Чтобы этот хлорид собрался. Плотно собрался. Чтобы из себя он выдавил. Вот раствор меди. Затем еще промывать. Варить уже в чистой воде. Снова промывать. Еще варить. Вот таким путем отмоем. Как можно больше отмыть нужно этот раствор меди. Вот так буду работать. Но пока выключусь. Пускай оседает. Потом проверим еще. 450 миллилитров ушло соляной кислоты. Вот на такое выделение хлорида серебра. Добавлял воды. Вот до такого уровня. Сколько там, уже не помню. И уже все. Теперь нужно еще несколько раз помешать. Все это. И затем оставить в покое. Дождаться, когда осядет хлорид. Слить вот этот раствор. Возможно, через фильтр придется сливать. Если там зависнет хлорид в растворе. Если нет, слить просто так. И можно забрать это даже и медь. Если кому-то надо. Но я этим делом не занимаюсь. Медь не забираю с раствора. Я вот такой раствор делаю. Из такого раствора делаю подкормку для растений. Я уже об этом рассказывал. И затем, затем я залью сюда чистой воды. И буду варить вот этот хлорид. Он еще сядет, уплотнится. Буду его вываривать вот от этой меди. А затем будем восстанавливать серебро. Уже металлический превращать. Вот с этого хлорида. И вот он хлорид. А вот раствор растворения. Вот он. Это все промывочные. Промывочная вода. Это было бы неразумно, если бы я пропустил все это через фильтр. Вот слил стаканы. Оставляю на ночь. Что еще там выпадет. На дно стакановых. Я соберу уже утром. А это все солью. Вот это уже можно подливать под деревья. Вот такой растворчик. Можно смело лить под растения, под деревья. Ну, а сам хлорид тоже еще больше уплотнится. И лишнюю жидкость я солью. Возможно, всю. А добавлю чистой воды. И будем растворять вот этот хлорид аммиаком. Потому что я собираюсь осаждать гидрозином гидратом. Вернее, восстанавливать все это. Перевращать металлический вид, вот этот хлорид, гидрозин гидратом. И нужно все это растворить аммиаком. Можно, конечно, превратить металлический вид и вот этот хлорид без участия аммиака. Но будут потери. Потери будут из-за того, что можно полностью не размешать вот этот хлорид. И вот эти комочки, беленькие комочки хлорида, останутся невосстановлены. И при плавке, вот эти комочки, которые не восстановятся, не восстановятся, они просто испарятся при плавке. И вот будут потери. Так что лучше восстанавливать гидрозин гидратом из аммиачного раствора. Вот аммиаком растворить хлорид. Поставить на плитку, довести до кипения. На это я немножко покажу, этот процесс. И вливать гидрозин гидрат и восстанавливать серебро. Вот с хлорида. Ну вот как-то так. Оставляю все на ночь. А уже утром соберу все осадочки сюда и продолжим. И на утро. Медный купорос разведенный. Немножко там выпало хлорида. Я его соберу. Здесь вот такой хлорид. Вот этот хлорид можно оставлять под ультрафиолетом. Пускай даже немножко восстанавливается. То, что не восстановится, залить аммиаком. И восстановить уже гидрозин гидратом. Так что, не страшно, если этот раствор, этот осадок, постоит на солнце. Или под лампой с ультрафиолетом. Сейчас я буду вот так, как есть. Вот с этой жидкостью. Я буду заливать сюда концентрированную. Концентрированный аммиак 25% имеет. И сейчас сюда залью, растворю вот этот хлорид. Ставлю на плитку. Буду нагревать почти до кипения. И затем уже понемножку добавлять гидрозин гидрат. И будем восстанавливать серебро вот с этого осадка. Вот сколько еще хлорида собрал со всех стаканов. Из промывки, со всего там. Ну и вот растворяется хлорид. Поставил на плитку. Ну не знаю сколько. Где-то, наверное, полторы литра. Литра я влил аммиака. А то воду добавлял потом уже. Потому что мало было все-таки воды. Можно 10% вливать сюда. Без добавления воды. И так растворять. В двух стаканах решил сделать восстановление. Потому что в одном помешивать тяжело. И вот в одном уже восстановил. Ну сюда ушло где-то... Где-то сейчас точно скажу. 16-16 миллилитров гидрозин гидрата. Вот такой раствор уже должен быть. Когда полностью восстановилось серебро. Вот оно. Серебро на дне. Беленькое такое, чистенькое. И вот такой раствор должен быть. Ну сейчас идет пока кипение. Кипит этот осадок. Проваривается, так сказать. Плитка выключена. Вот эта часть. Это сейчас нагревается. И уже сюда понемножку добавляю. Гидрозин гидрат. Вот так по чуть-чуть. По капелькам. Потому что много нельзя. Улетит со стакана. И будем здесь восстанавливать. Уже немножко восстановилось там на дне. Вот так понемножку и помешиваем. Добавляем гидрозин понемножку. По капелькам. И помешиваем. Ну где-то минут 15 уходит на эту процедуру. Чтобы восстановить вот с такого раствора. С такого объема серебро. Гидрозин гидрат сначала гасит аммиак. Затем уже. Ну заодно и восстанавливает. По чуть-чуть одновременно. Вот еще. Вот сколько нужно. Все. Больше нельзя. И помешиваем. Типа меняется раствор. Затем он снова становится синий. Это говорит о том, что еще нужно добавлять гидрозин гидрат. Ну, как только и там восстановлю. Я затем уже включусь. Потому что мне нужно сейчас включить вытяжку. Слышно аммиаком. Затем. Субтитры сделал DimaTorzok Вот сколько осадка. Из двух стаканов. Вот такой он. Сейчас промываю. Воды ушло на всю эту процедуру уже 15 литров. Вот на все. На растворение, на промывку. Вот сейчас на промывку. 15 литров еще уйдет. Пару литров. Азотной кислоты ушло полтора литра. Соляной кислоты 400 мл. Затем 40 мл гидрозин гидрата. И аммиака тоже полтора литра. Вот. Такие вот расходы получаются. Ну и посмотрим сколько же получится вот серебра. Из такого материала. Сейчас еще промою. Затем сделаю брикетики. Посмотрим на них. И я буду плавить. Вот такие вот брикетики. Вот сколько их. И вот такое вот серебро чистейшее. Вот оно. Вот здесь три девятки. Сразу могу сказать. Но. Маловато конечно. С такого материала. Много меди было. Много было контактов с медной подложкой. Ну и другие там были контакты. Некоторые технические. Так что где-то 220-230 грамм должно получиться. Вот с этих брикетиков. Ну сейчас буду плавить. Потом посмотрим на слитки. Взвесим все. Вот такие слитки получились. Это два в одном. Самые маленькие брикетики. Вот их два сплавил. Вот имеет такой вес. Это самый крупный был. Уложим все. Немножко буряне. Я не чистил. Буду чистить. Когда буду отправлять это серебро заказчику. И так все. Вот сколько получилось. 241 грамм. Ну 930 миллиграмм. Можно откинуть на буру наверное. 241 грамм серебра. Вот с такого материала. Если бы не медь. Было бы больше. Так на медных подложках было. Ну приличный вес был. Материала. На этом все. Всем добра и удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.